Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые гости форума. В моем накладе будет сочетание двух направлений. Это развитие производства и влияние на экологию, поскольку тематика нашей конференции очевидна. Первый, конечно, такой вводный слайд, это история завода. Завод создавался действительно в 1977 году, он начал перерабатывать и был создан как универсальное производство, способное перерабатывать самые разные виды топлива, широкий спектр, мощностью 100 тонн. Впоследствии он реконструировался, развивался, мощность выросла, установленная стала 400 тонн. И последние годы все силы были направлены на расширение номенклатуры перерабатываемого топлива, чтобы решить проблемы накопленного вот этого разношерстного, что находится в институтах, на береговых базах флота и так далее, чтобы решить экологические проблемы. Вот в данном слайде вы можете видеть то, что было достигнуто, его цветом выделены единственные топливные композиции, которые на данный момент пока не освоены. Это уран-цирконий и плутоний металлический. Это будет готовность в 2018 году переработки этих видов топлива. Таким образом завод станет всеядным по топливной композиции. И следующим шагом будет уже освоение переработки топлива ОМБ. А вот в верхнем квадратике вы видите длинномеры, которые предположительно комплекс по разделке пенолируем будет закончен через 3 года. Вот это такие основные предстоящие этапы. Значит, вот на этом слайде буквально несколько проектов, связанных со своими тех или иных видов топлива. Это далеко не все, но тем не менее они важны. Это вот в правом нижнем вы видите освоение уран-берилия, это лодки класса Альфа, решение проблемы Губы Андреева, Гримихи, точнее сказать, это освоение переработки жидкого ядерного топлива, поскольку до этого никто его не перерабатывал, а у нас в стране несколько таких исследовательских реакторов. И, конечно, очень важно освоение переработки уран-молебтена. Уран-молебтена разрабатывалась технологией применительно КМБ. Но первое, что пришлось этой технологии сделать, это начать переработку топлива первой атомной станции, АМ. Топливо АМ, атом мирный, а вот АМБ, тоже развитие этой технологии было, и тоже уран-молебтеновое топливо. Но мало кто знает, что это топливо очень перспективно для будущих исследовательских реакторов, как высокоплотное топливо для конверсированных реакторов обогащением меньше 20%. Поэтому АРИВА, конечно, очень-очень старается освоить эту технологию, которая у нас уже в действии. Значит, несколько слов буквально про дефектное топливо. Значит, опыт переработки запеналенного топлива после исследования, он у маяка достаточно большой, а вот раструшенное топливо, которое действительно представляет большую проблему, мы стали относительно недавно... Первым проектом это был вывоз и переработка из Института Винчиси, из Белграда. Важнейший проект, который курировало МАГАТЭ, и который позволил действительно решить проблему очень серьезного реакционного объекта в Белграде. Ну и таким ярким тоже моментом был вывоз на переработку Пакшевских сборок, это вот 2014-2015 год. Сейчас этот топливо уже переработано. Это тоже история очень такая резонансная. Ну и к чему я это все веду? В принципе, у Росатома есть все компетенции для решения проблемы Фукусима, которые у японцев рано или поздно, конечно же, придется решать. Теперь буквально несколько слов о вовлечении в переработку ВР-1000. Это много уже писалось, останавливаться на этом, наверное, нет большого смысла, но надо скажу только одно. Второй рейс, который пришел из Балаковки в сентябре месяце, в настоящее время полностью переработан, сняты все технико-экономические показатели, и сейчас ведется обработка этих материалов. Логистические возможности. Благодаря развитию проекта по возврату высокоповощенного топлива из зарубежья, созданного при участии Советского Союза, логистика была развита, ну, я бы сказал, практически до абсолюта. Никто в мире не способен возить, осуществлять такого рода рейсы. И, конечно, особая гордость – это, конечно, авиаперевозки. Всего было сделано уже 19 рейсов авиаперевозки, и вот эта упаковка класса С, которая находится справа вверху, уникальная разработка Сарова вместе с МПО «Сосны», которая приспособлена к аварийным ситуациям, любым аварийным ситуациям в условиях авиаперевозки. Такого в мире никто не умеет делать, и это, конечно, важнейшая компетенция для Росатома. Значит, теперь урау несколько слов. Значит, конечно, вот все, о чем мы говорим, невозможно это развить и без базиса обращения с РАУ. Это ключевой момент в деятельности предприятия. Значит, если говорить о фракционировании, В.С. Игоревич сказал практически все, я просто вот два тезиса еще расскажу. Это наше будущее, которое в первую очередь примитивно к внутренним задачам позволит минимизировать количество РАУ для захоронения, а может быть и полностью исключить. А в плане внешнего рынка, конечно же, это уникальное предложение, которое вряд ли кто-то опять, кроме Росатома, в ближайшей перспективе может предложить за рубежом заказчику АЭС. Значит, вот несколько проектов, которые были реализованы или в настоящее время реализуются. Это как раз установки по обращению с РАУ. Значит, что касается плавителей нового поколения, это вверху слева. Это плавитель, который сейчас собирается на стенде и уже в ближайшие, ну, я думаю, два месяца уже начнется отработка технологии этого плавителя. Что касается холодных тигелей, это долгоиграющая наша задача. Работы продолжаются уже несколько лет и будут продолжаться. Что касается обращения с НАУ, это правый нижний уголок, это установки опытные, которые в настоящее время уже перерабатывают более трети всех образующихся НАУ. То есть фактически они уже не опытные, они уже напрямую оказывают влияние на сбросы предприятий НАУ. Ну и опытная установка по керамикриту, это включение долгоживущей категории САУ, это тоже уникальная установка, которая уже сейчас, плутонисодержащая отходы, позволяет переводить в безопасное состояние. Значит, теперь о воздействии на окружающую среду. Безусловно, без развития вот этих технологий обращения с РАУ, говорить о том, что мы сейчас увидим, ну, было бы сложно. Вот так. Так, вот это первый слайд. Это Теченский каскад водоемов. Два ключевых водоема, это водоемы 10 и 9, 9 и 11. Значит, благодаря усилиям предприятий на протяжении последних 10 лет мы сейчас имеем вот такую вот динамику. Большая часть вот этих образующихся НАУ, почти половина уже очищается, у нас сокращено, благодаря бережливому производству, значительно больше. Вот сегодня Александр Константинович Никитин задал вопрос, как влияет увеличение объемов переработки на количество сбросов в ТКВ. Я могу ответить, никак. Потому что в ТКВ сбрасываются низкоактивные отходы, нет технологической деятельности. Это главным образом отмывка полов, это дренажные воды, это ливневые стоки загрязненных территорий. Динамику вы видите. В ближайшие 5 лет прогнозируется за счет дальнейшего уменьшения сбросов и самоочищения процесса естественного самочияния водоемов в снижении ниже вот этой нижней границы жирова. Да, вода в этих каскаде водоемов будет технической, пить ее нельзя и не рекомендуется, но тем не менее это уже не будет относиться к разряду жиров. Динамика вот она видна. Теперь следующее. Река Теча. Значит, маленькая история, может быть не все эту историю знают, что Теческий каскад водоемов образовался именно в ходе, скажем так, запруживания этой реки, чтобы локализовать этот сброс. В реку Теч предприятие не сбрасывает уже никаких отходов с 1957 года. Но воздействие на нее неизбежно имеется. Неизбежно имеется из-за фильтрации с Теченского каскада, из-за того, что речка является ее ореолом, водосборной для всего размещения предприятия. И вот это влияние, оно жесткое регламентирование, отслеживается и сокращается. Вот динамику мы с вами видим. И вот что происходит в створе села Муслюмова вот в последние годы. На самом деле вот эта граница, это уровень вмешательства, это граница в качестве питьевой воды. Большую часть месяцев уже воду можно пить. Но динамика такова, что мы ожидаем, что в ближайшие годы уже будет устойчивое снижение ниже уровня вмешательства. То есть река будет, вот в этих створах уже будет абсолютно, скажем, чистая. И эта динамика будет увеличиваться только так. Ну, конечно, вот закрытие водоема Карачаи, это был ключевой момент, который во многом, вот сейчас следующий слайд, я поясню даже почему, неожиданный эффект от этого закрытия. Главное, что было сделано, это сниженные риски аномальных воздействий метеорологии. То есть любой измерщий ураган потенциально являлся опасным для акватории Карачаи, для окружающих территорий. Сейчас этих рисков нет. А вот теперь слайд о воздействии уже на воздух. Вот посмотрите эти цифры, которые реально есть в Новогорном, в Каштиме и сравните с ДОО, допустимой объемной активностью. Значит, на самом деле, по самым консервативным оценкам, выбросы, воздух, предприятия, дозу у населения формирует всего 5 микрозивертов. Это 0,5% от допустимых того, 1 миллизиверта для населения. 0,5%. И что интересно, что с закрытием Карачаи в 2016 году мы с вами вот видим динамику изменения объемной активности в воздухе. То есть произошло сокращение в разы. То, что для нас было совершенно неожиданно, но это оказалось реальным. Ну и, конец, важнейшая работа по созданию системы экологического менеджмента. Мы этим занялись в 2012 году. В 2014 году сертифицировали в международной системе завод радиозатопный со всей сферой. А в 2016 году именно радиохимический завод, завод РТ-1. Что я хочу сказать. Работа эта крайне тяжелая. На самом деле отнимающая огромное количество усилий. Но это принципиальная наша позиция. Мы действительно должны эту систему развивать, совершенствовать, демонстрировать, что мы этим занимаемся. Обязательно следовать этой системе качества. Ну и в заключение, что хочется сказать. Вот эти два процесса развития технологий и сокращение воздействия на окружающую среду, они неизбежны, если мы хотим куда-то двигаться. И ключевой фундамент здесь, или одного процесса, или другого, это развитие технологий по обращению с РАО. Спасибо вам. На маяке эксплуатируется опытная установка, которая осуществляла изготовление нескольких десятков комплектов ТВЭЛу для действующей сейчас установки БН-800. Они сейчас находятся в реакторе. Кроме этого, много было достаточно изготовлено опытной группы для реактора БН-350 и БН-600. Изготовлены опытные для БН-1200. На самом деле, компетенции по изготовлению, они есть. И если говорить о развитии этих направлений, да, действительно, я вот топологет интегрированного производства. На мой взгляд, что все грязные операции работы с плутонием должны производиться там, где ведется переработка. Ну, допустим, таблетирование, или может даже изготовление ТВЭЛов. С последующей сборкой уже на централизованных специализированных предприятиях. Вот эти интегрированные производства, к которым не мы пришли, а французы их озвучили еще 10 лет назад, они как раз дают большой экономический эффект за счет устранения, во-первых, транспортировок, паспортизации, контроля, а главное, переработки хвостов. Хвосты надо перерабатывать наиболее эффективно там же, где перерабатывается топливо. Дмитрий Викторович, спасибо за этот ответ. Полностью совпадает с тем, что я вижу на эту проблему. Я вот сегодня не могу не задать такой проволокационный вопрос. Как вы знаете, полтора месяца назад вся Европа гудит по чистой рутыне. Все говорят, что сегодня опять какой-то новый пункт. Все говорят, что это Южный Урал. Показали расчеты, которые провели и немцы, и АРСН, и нас выбирая. Чтобы иметь такое влияние на Европу, нужно выбросить порядка 5000 тонн, 5000 кюри чистого рутыния, я имею в виду. Вы просто мне скажите, маяк технологически хоть какое-то отношение к выбросу чистого рутыния может иметь? Ни малейшего. Спасибо.